Давайте скажем слава Господу, что Бог дает такое благополучное время, что нам собираться прославлять Господа, благодарить Ему за Его любовь. Слава Ему, что это благополучное время дает нам проповедовать и славить Господа, потому что это время придет, когда оно не будится. Я хотел немного сказать откуда и как, то я 20 лет назад Бог спас меня и привел в эту страну, Сибирь, когда никогда я не хотел сюда приехать, никогда не хотел. Ну сколько я покаялся, принял Иисуса Христа, встретил с Христом и потом сказал, Господи, я принадлежу Тебя, куда хочешь, туда и пошли, хочу служить Тебя. Просто так сердцем говорил. Мы молились с женой дома, чтобы Бог вывел нас отсюда, и мы служили Господу. И пришло визу от Сибири, от Иркутска, что хочешь приехать сюда? Я говорю, я не ожидал, что это будет Сибирь. Да, и вот мне нужно, Бог дал такой, приехал, искал везде церковь, никак не мог находить, потому что я знал, что церковь, это верующие одно, верующие люди, не знал, что есть разные конфекции, разные вероучения. Однажды я только покаялся и получил Духа Святого и ищу оттуда. И приехал, работал, и были у меня печальные дни, которые мне выбор нужно сделать, чтобы уехать, ехать или делать преступление и убежать оттуда, или оставить и без ничего уходить. И в конце концов я согласился с тем, которые со мной работали, говорю, ладно, поджигаем это здание, которое они нас не платили, потому что страшно было, и потом я стою, Господи, возле окна и молюсь, Господи, кто я был и кем стану? Неужели нет ни одного верующего, чтобы мне посетить, с ней общаться, освободиться от этого? И Бог показывает и говорит мне, я говорю, зачем ты этим злым людям, с этим неверным согласился это делать зло? Ты не видишь и показывает все, как это здание горит, одновременно все вижу, и все тоже вижу. И как люди страдают, это одновременно Бог показывает меня. И говорю, ну, неужели нет ни одного верующего, потому что я часто ходил, искал, обычно у нас в Армении верующие люди ходят в косынках, а здесь в Сибири и не верующие ходят в косынках, оказывается. Я ходил, несколько заглядывал, что верующие или нет, если верующие, то обязательно во Христе будут говорить. И даже оскорбили меня. Ну, и так не нашел. Когда Бог мне дал, сказал, напиши адрес, я писал ту адрес, другой город, где я не был, и сказал, пойдешь по этому, в этот город, по этой адресе, и я за тобой пошлю. Я поверил. Поверил в Слово Божьему, поверил в сказанному. Я отказался, сказал, я не буду участвовать, что хотите, то делайте. Я взял свои документы и уехал. У, пошел. У меня денег не было. Денег был всего 5 рублей. Я говорю, что мне делать, последнее это 5 рублей. Остановил мужчину. Мужчина остановился, говорит, ну, до этого города стоит 5 рублей. Я говорю, жалко этот 5 рублей давать. Говорю, нет, так не хочу. Ты только покажи, в какую сторону я пешком пойду. Он показывает, говорит, вот так 18 километров пройдешь, там этот город. Я радостный, очень. И пошел по этой направлению. И немного пошел, этот таксист остановился. Видел, что я иду. Говорит, назад давал. Говорит, все равно туда еду, садись. Повез туда и говорит, вот так наискосок пойдешь, видишь вот это здание. Я пришел и там ожидал. Никого не знаешь абсолютно и не знаешь, зачем ты пришел. И приходит одна сестра и благовествует о Христе. Я смотрю, а вид, как будто цыганка. Я говорю, господи, ну, жили и цыганки верующие. Говорит, так Бог говорит, вот она за тобой пришла. Я кричал. Говорю, сестра, ты за мной пришла? Она говорит, нет, за всех этих. Многие там стояли. Я говорю, не знаю, Бог мне сказал, что ты пришла за мной. Потом она призналась тому, что не хотела идти, потому что сколько раз я ходил туда, в этом мессе, никто меня не принял. И решила этот раз последний пойти. И она повела мне в дом пастыра, где там и проводились служения. И я пришел туда, они мне дают такой вопрос. Ты какой веришь? Я говорю, христианин. Ну, говорит, да, знаем, армяне христиане. Я говорю, я верующий человек. Ну, говорит, все армяне верующие. Ну, мы знаем. Ну, ты баптист? Говорю, нет. Ты харизмат? Говорю, нет. А ты пятидесятник? Нет. Еговист? Нет. А кто ты? Я говорю, верующий. Я не знал в Армении, потому что я только единственное покаялся и встретил Христа. И получил Духа Святого, и вспомнил, я сказал, я получил Духа Святого. Он говорит, а, значит, не баптист. Да. И говорит, у вас в церкви хлопают? Нет, говорю, у нас в церкви на колене молятся и плачут. Ну, так видел. Они смеялись надо мною и призвали молитву. Когда мы молились, потом после молитвы пастора жена имела дар пророчества и взял пастора, увел в другой комнату и пришел, говорит, а где твоя жена? Я говорю, дома, в Армении. Ты хочешь, чтобы они приехали? Я говорю, да, буду заработать, чтобы послать деньги, чтобы они тоже приехали. А ты где живешь? Я говорю, нигде, у меня ничего нет. Я так, вот так получилось, Бог привел сюда. Говорит, хорошо, у тебя есть дом. Я говорю, слава Богу, я знаю, есть дом. Я знал, единственное, то есть дом, он имел в виду на небесах. Потом позвонили сестру одну, которая имела пустая квартира, и мне переселили туда. Приносили один миллион рублей в тот время, это в 95-м году, миллионы были, это было 200 долларов. И сказали, пошли домой, пусть твоя семья приедет. Я говорю, а зачем вы это делаете? Я вообще, в то время было в Чечении, вот эта война, черных не любили, всегда трение было. Да, говорит, нам так желание есть, чтобы тебе помочь. Да, а потом, когда они после того, когда семья моя приехала, и они оставили эту церковь, 12 семей, и поехали в Армению, он мне позвал и сказал, знаешь, почему мы это делали? Я говорю, не знаю, потому что Бог сказал, что будьте делать для меня, делайте для него. Я говорю, слава Господу. До сих пор я служу эту церковь, сейчас, слава Господу, у нас молитвенный дом, много людей, и прославляем Господа. И многим-многим чудесами Господь призвал нас и показывал. Я этот маленький час, который рассказывал, а если этот, время не хватит. Скажем, слава Господу, что Бог нас во Христе родил. Не родил, чтобы мы были только верующим, родил для того, чтобы мы жили со Христом. Верующий человек, который говорит, не верующий, я сто процентов знаю, что он не знает Бога. Тот, который всегда видит дело Господне. Я никогда не говорю, что я, да, верующий, говорю, Бог всегда со мной, перед глазами моими, куда я не смотрю, это Божьи дела. Он со мной. Я вижу Господа. А если я вижу, зачем его верить, когда я вижу Господа. Дела Божьи, она с тобой. Дела Божьи, она творила то, которое ты не ожидал. Поэтому верующий человек, это тот, который, читая Слово Божие, и верая его, и вера эта, меняет жизнь в тебе. И ты живешь со Христом. И ты идешь со Христом. Ты спишь со Христом. Ты встаешь со Христом. Скажем, слава Ему. Поэтому Христос нас возродил той рожденью, не материнское рожденье, это которое было, а во Христе, которое в Духе и Исчине. И мы сегодня ни армяне, ни русские, никакому национальности не принадлежим. Мы принадлежим народу Божьему. Мы другой народ, Божий народ, который этому миру не понять. А мы знаем, что куда мы идем, потому что наш Бог живой. Аллилуйя. Поэтому никогда не говорите, да, я русский, я такой или другой. Я во Христе. Я Дитя Божия. Я другой народ. И поэтому всех нас, здесь есть много национальностей, но всеми братьям, сестры во Христе Иисусе. Аллилуйя. Недавно у нас появилось такое чудо. Так, со мной пришел человек. Мы, братья, приехали на братское служение в Новосибирск. И по пути поезда встретили одного человека. И это был пресвитер Иркутской области Голошин Сергей, братья знают. И у нас из Устилемска, который сейчас наслужит, Вадим. И они благовествовали одного парня, который приехал заработку из Чите и Новосибирск. Он был из Чите, но приехал зарабатывать в Новосибирске, чтобы содержать семью. И ничего не имел. И обманывали. И он обратно идет домой. И этот момент они встретили и благовествовали им. И двое они были. Один, о ком я говорю, он принял Господа. И мне звонят. Ты можешь одного человека принять на работу? Я говорю, могу. Да. И мы этого человека приняли, призвали. Место дали жену, детей, мать. Все озаботились. И когда все было благополучно ему, и работа, и все, и машину купил, он начал остановить путь Божий и искать другое. Я встретил его, мне позвал одно место в остановке и он говорит, вы говорили, Бог поможет, Бог так делает, вот у меня такая проблема. Я говорю, ну ты вспомни, кто ты был. Да. И начал утешать его. Смысл в том, что не об этом, и подходит один человек, русский, наверное, говорит мне, говорит, батушка, говорит, а кто вы, а какой ты национальность? Я говорю, не имею я нации, я христианин, я в Иисусе Христе, да, да, ну ты какой, ну все равно у тебя есть нация, я говорю, армянин, а этому говорит, а ты кто? Говорит, я русский, ты так и русский останешься, слушай, что тебе говорить, почему ты не послушал, много лет назад, я не послушал и страдаю до сих пор, и оставил, и ушел, буквально больше ничего, вот этот человек уходил и я не знаю, откуда он появился там, почему так говорил, и так и ушел, мы остались вдвоем, говорю, Олег, ты смотри, не тебе было это свидетельство, иди подумай, сейчас жена уверовала, приняла водное крещение, ну, она твердо стоит Господу, но он идет вопреки им, или церковь, или я, но стоит твердо жена говорит, я никогда не буду колебаться, я избрал правильный путь, и не буду оставлять, слава Господу, всегда молитвой вспоминайте, я хотел одно благословение тема говорит о том, что нам всегда нужно питаться от слова Божьего, мы никогда не станем дитё Божьим и не знаем пути Божьим, когда не будем вникать в слово и искать отсюда черпать этого живого води, никогда не сможем получить познание истинно, если не будем приходить на собрания, евреям говорит, не оставляйте собрания ваши, как у некоторых, не будем этим обычом жить, мы будем истинно жить во Христе, бежать к Господу, это наш первый путь, питаться от слова Божия, не из другого источника, я хотел прочитать, это говорится на последнее время, это Атьяна 7 глава 37-38 стих, последние же великие дни праздник Иисус стоял, возгласил говоря, кто жаждует, идите ко мне и пейте, кто верует у меня в того, как сказано в Писании из червей потекут реки води живой, слава Господу, Бог говорит о живом воде, Бог говорит о источнике, которым мы часто будем питаться, всегда будем питаться, всегда будем бодрствовать, понимаете, всегда это неизменно будем, мы неизменно любим Господа, это наша жизнь, это наше то, которое дано нам жить пока на этом земле во Христе Иисусе, исполняя его заповедь, потому что Слово Божие это живое и действие, мы должны понимать о том, что мы не только читаем, мы и живем, вы помните, вы письмо Христове, узнаваеме и читаеме всеми людьми, вы письмо Христове, если вы не будете письмом Христове, вас этот мир не сможет знать, сказать, кто вы, вы какой верующий, я был в Армении с женой, буквально ходили по рынку последний день, нам времени не хватило, чтобы по рынку ходил, и Toyota 485 Марины, надо выпустить хозяина, подпёрли хозяина, водителя, и так получается, приходит к нам, говорит, одна женщина говорит, можно вас спросить, пожалуйста, случайно вы не верующие, я говорю, откуда вы берёте, что мы верующие, да, говорит, так как вы ходите, здесь редко кто так ходит, да, говорю, ну так, мы думаем, чтобы по виду тоже армянин, да, одежду такого нету, как у всех такая же, нет, говорит, мы смотрели и сказали, точно эти христиане, смотри, они как ходят, они вот так поступают, пять минут стояли, человек десять уже собрался, христиан, слава Господу, если вы не будете жить во Христе, во все дни жизни вашей, хоть где вы не находились, вы никогда не сможете вкусить благ Господня, я хотел прочитать одно место Еремия, это вторая глава тринадцатый стих, и хотел отсюда и начинать, «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставил и высекли в себе водоемы, разбитые, которые не могут держать воды». Часто народ увлекается разным источником. Сегодня этот мир свою сетью, своим компьютером схватил вся наша разум. Что легче человека читать или слушать? Слушать. Что легче слушать или смотреть? Смотреть. Понимаете? Сатана так увлекает нас. Вся наша информация, разум обращается к этому. Не став вещи, не принадлежащие, которые тебе увлекают от слова Божия. Вещи это мы скажем, я не знаю, я всегда говорю это когда человек увлекает для него это как идол. и если мы поклоняемся, мы говорим, да нет, не поклоняемся, но мы питаемся. Никогда эта вода тебе не даст жизни. Разбитый это источник, это водоемы. в Израиль в Израиль, я был в Израиле, много местах было водоемы, и древний Израиль, каждый дом в подвале, они висекли себе водоемы, глином обмазывают, потому что вся Израиль, это Иерусалим, она стоит на скале, и очень мягкая камень, и кто захотел, имел такую возможность, они подвалы делают такой водоем и камень, и все дожделевые воду, они так делали, чтобы отправлять все в этом подвале, а мы огражаем, чтобы дом не попал в воду здесь, в Сибири, правильно? Они сберегают, но тогда, если этот камень бывает трещины, и она не держит, она не схватает, хоть говорит, сколько они не мазали, она все равно пропускает. Если сердце твое трещин имеет, читая слово Божье, ты никогда не сможешь выходить отсюда и вспоминать, о чем проповедовали вам. За дверями уже забудешь, что сказал брат Олег, что прочитал этот человек, вы просто забудьте, потому что загружен другим источником. Ваш источник должен быть отсюда, черпать из этого родниковой воды, это живая вода, чтобы взять оттуда, питаться отсюда, она остается. всякая легкая, которую вы приобретаете, она у вас никогда не остается, она быстро уходит, а тот, который дорогую цену ты приобрел, его берегаешь, сохраняешь и ценишь. Я прочитаю одно место, Исайя 55-я глава с первого стиха. Жаждущие идите все к водам, даже и вы, у кого, у которого нет серебра, идите, покупайте, и ездите, идите, покупайте без серебра, без платья вино и молоко. Слава Господу, жаждущие идите к водам. Жаждущий человек, он питается от Слова Божьего, он питается от источника воды Бога. Он никогда не оставляет Господа, он идет, сегодня у нас собрание, я не буду оставлять, сегодня Бог со мной говорит, я иду, он хочет со мной встретить. В этом целе, когда ты приходишь, ты отсюда будешь черпать и питаться. Однажды, когда мы приехали сюда, был такой интересный случай, человек, который уверовал, один армянин, и приходит, говорит, знаешь, что происходило, ночь увидел сон, говорит, вы стояли и бочка стоял, и говорите, кто хочет пить живую воду, бесплатно идите, черпайте и пейте. И говорит, мы приходили, люди приходили, и черпали, и пили. Говорит, а для меня чудовище, он торговал магазином, киоски имел, и говорит, с неба сыпаются бесплатные шоколады, конфеты, всякие продукты, которые принадлежат в этом киоске. И говорит, и этот бесплатно идите заберите. Я, говорит, живой воды оставил и побежал туда. Я говорю, не оставляй Бога. Если будешь оставить Бога, потеряешь все. Говорю, покайся в этом, иди за Господом. Так и он не был послушан вникал, пока не разбился и не умер. Бог всем предупреждает и призывает, чтобы мы ценили этого живого воды. Цена этой крови. Я прочитаю об этом. Вторая парапоминон. Это 11 глава 17 стих. Хотел бы, чтобы вы внимательно были, потому что я не русский и может где-то ошибаюсь, но чтобы Дух Святой пробудил вас. Говорил о том, чтобы вы поняли эту ценность. 17 стих, вторая парапоминон. Это первая глава, извините, первый парапоминон, 11 глава 17 стиха. и сильно захотел пить Давид. И он сказал, кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот, вот, когда был окружен Вифлеем, колодец был за воротом. И нужно было, чтобы Давид захотел, чтобы пить из этого колодца, из родного колодца. Это уже филистимляне взяли. Он захотел эту пить. И он предлагал этим три мужьям, говорит, кто приносит мне от Вифлеемского колодца. Он сильно захотел. Эти три мужи храбрые, они пробили этот филистимский войн, и они черпали из этого колодца и принесли Давиду. Давид взял, смотрел и сказал, не буду пить. Вилиль во славу Божию. Он понимал, это ценность крови. Ради мою жажду пролита была бы кровь этих невинных людей. Он очень сильно переживал об этом. Вот будьте внимательны. Наш Господь Иисус Христос, что оставил Слово Божие, это цена крови. Слово это колодец. Она искупление кровьем, кровью Иисуса Христом. Это большая ценность, которая дан на тебе, дан на мне, чтобы нам черпать отсюда, пить отсюда. Христос искупил это Слово и передал нам. Слово, которое дал Бог, Он поставил выше всего имени Его. И это Слово, живая вода, которой нам нужно питаться и прославлять Господа. Прочитаем Атияна, может, я много времени, сейчас я заканчиваю. Атияна, четвертая глава. о том, что здесь нам известно, о Самарьяне, который, Самарьянка приходит за водой и встречается с Иисусом. Иисус говорит, дай мне пить от твоего сосуда води. Такая история, для того, Самарьянки и евдеи не общались, и тем более, их посудам никогда не пользовались. Это была оскверненная вещь, и она говорит, отменяли, ты просишь это. Иисус говорит, сказал, если ты знал, кто просит у тебя, то ты бы просил у него вода, вода живую. И говорит, как можно, господин, у тебя ничего нету, чтобы ты черпал, достал, нам дал. И когда эта женщина поняла, что это источник воды, это миссия, это Христос, она оставила свои земные водоносы, она побежала благовествовать этому миру. Когда ты идешь благовествовать этому миру, ты черпаешь воду живую с неба, с Христа. Иисус говорил об этом, что я дам эту воду, чтобы ты питался, и вся копию эту воду земную, опять вас жаждует. А тут вода, которую я дам, она сделает источник воду текущей, живую. Слава Господу. Ну, тогда да благословит Господь вас, я не буду продолжать, потому что есть еще братья, чтобы Бог благословил вас, чтобы вы укреплены, утвержденные сердцем, могли твердо стоять во Христе, потому что мы призваны для вечной жизни. И наша живая вода эта, вот отсюда. Столько не было у тебя в доме источник, но первый источник, запомните, остается тогда, когда ты будешь питаться, читать и вникать его. Это будет очень большое, очень большое откровение, чем либо откуда ты слышал. Да благословит вас Господь и да силу Духа Святого умножать вашу веру. Аминь. Встанем и обратим молитву к Господу.